Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что удалось остановить наступление российской армии в Донбассе, вроде бы там, казалось бы, и силы России в четыре раза превосходят, и ожидали, что это станет кульминацией вообще наступления на этом направлении. Не похоже ли это с российской стороны на какое-то намеренное затягивание? Ну нет, конечно нет. В России в политическом смысле останавливаться на Донбассе сейчас вообще противопоказано. То есть можно было бы потерпеть остановку там месяц-полтора назад, пока не началась курская операция в СССР. Но теперь ситуация принципиально иная. Понимаете, Кремль примирил россиян до какой-то степени. Понятно, все равно недовольство есть, но он примирил россиян с фактом утраты исконно российских территорий в Курской области именно благодаря вот этому обмену. Дескать, смотрите, да, они там захватили у нас какую-то территорию в Курске, но мы берем у них гораздо больше территорий прямо сейчас в ходе вот Донецкой наступательной операции. Это так сказать. Вот мы периодически используем термин социальный контракт, да, но в данном случае тоже можно, так сказать, сказать, вот в попыхах Кремль заключил новый социальный контракт с лояльными группами населения. Дескать, ну вот давайте так вот. Да, люди не хотят, так сказать, согласились. И тут месяца не прошло. Ну, конечно, надо посмотреть, как будет ситуация развиваться дальше, конечно же, да, но если вот действительно это остановка, об этом же говорит не только Сырский, об этом говорят и внешние наблюдатели типа Deep State и так далее. Да, из-за этого инфора некоторые говорят. Даже они не стесняются. Да, да, и воинкоры тоже, да, 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 вы правы. В общем, вот если это еще пауза затянется, то вопрос с Курском, он как бы снова станет в повестке, так сказать, эмоционально, да. То бишь, ну вы нас кинули. То есть вы нам обещали вместо Курска Донбасса, а теперь ни Донбасса, ни Курска. Ну, выбивайте их тогда из Курска. Ну, то есть люди вновь остро начнут переживать. Вот первая волна эмоций сильных, она подутихла. Ну, эмоции всегда утихают в течение какого-то времени. Да, она чуть-чуть подутихла, Донбасс там, отвлеклись. Вот. А сейчас, если вот Донбасса нет, то снова в повестке тема Курска. Ну, что, родные, теперь-то мы вообще проигрываем, понимаете? То есть если раньше, до начала Курской операции мы выигрывали, а после начала Курской операции получилась ничья, ну, то есть меняем там Донбасс на Курск, грубо говоря. А теперь-то все, у них Курска, у нас и Донбасса-то нет. Да? Поэтому это, конечно, для Кремля крайне невыгодно, и поэтому я уверен, что они остановились просто потому, что... То есть это не политическое решение, это просто они не могут в военном смысле слова продолжать наступление. Я уж не знаю, ресурсов какие-то нападают, ну, людей, наверное, скорее всего, да? У них же серьезные проблемы с людьми. О чем нам говорит вообще Курский провал? Он в первую очередь говорит о том, что врут власти, когда говорят, Да у нас, Путин же сам говорил, да нет, мы у нас в очереди военкомата сколько человек хотим, столько и набираем там. Вот прямо вот сколько надо, столько и берем. 30 тысяч в месяц. Да. И сейчас выясняется, вот благодаря Курской операции выяснилось, что граница-то вообще дырявая. Та граница, которая должна быть на замке, это же граница с государством, с которым мы воюем. Понимаете? 41-й год, нашу неготовность к войне с Германией можно хоть как-то оправдать, вот этот стремительный прорыв немцев до Москвы, можно оправдать хоть как-то тем, что ну у нас был договор о ненападении, так сказать, мы им верили, они нас обманули коварно, да? Но в этой ситуации нет никаких оправданий. Мы сами ведем войну с ними уже два с половиной года. А людей нет. Ну, то есть, видимо, по всей видимости, на Донбассе остановились из-за того, что людей не хватает. Хотя нет, извините, я вспомнил, Сырский говорил о том, что и частота обстрелов уменьшилась. Снизилась, да-да-да. И поэтому, возможно, это не факты не только людей, но и каких-то видов вооружения. Да, мы раньше видели, что Владимир Путин, когда речь заходила о переговорах, он такой был в сильной позиции и говорил, да что вы, что вы, нет-нет-нет. Сейчас, после того, как уже больше полутора месяцев продолжается операция в Курской области, кажется, что, да, действительно, счет равный, на табло счет равный. Если такая же ситуация будет продолжаться, развилки у Путина какие есть в этой ситуации относительно переговоров? Он в очень плохой ситуации оказался, я даже не знаю, какие у него есть, ну, то есть я не вижу хороших вариантов для него. То есть раньше его позиция была понятной и, ну, там, не лишена некоторой логики, скажем так, да. Он говорил, давайте учитывать реалии на земле. Ну, как бы, есть логика в этом, да. Почему не учитывать? Ну, действительно, реальность такова. Вот российская армия контролирует часть украинской территории. Несправедливо, конечно, с точки зрения международного права, полная чушь, так сказать. Ну, логика какая-то есть. А сейчас же, ну, давайте учитывать, скажет Зеленский, давайте учитывать реалии на земле. У нас Курск. Вот. И тот счет не идет ведь на количество квадратных километров. Есть вещи, которые нельзя измерить в цифрах. Вот Путин, который, ну, по сути, не политик, а бизнесмен, да, пацан, ну, он всю жизнь занимается тем, что грабит Россию. Собственно говоря, ну, вот глядя на то, что происходит, ты видишь, что главная цель управления, это, собственно говоря, разграбление России. Вот. Возможно, он даже не понимает этого. То есть, возможно, он как бухгалтер сидит, считает, ну, условно говоря, мы контролируем там 500 квадратных километров, а они у нас там, вернее, 5 тысяч, а они у нас там тысячу, условно говоря. Да, и мы, когда переговоры начнутся, поменяемся, вот вам давайте тысячу нашу сюда, а мы вам тысячу там вот отдадим где-то в Запорожье, например, да, в Запорожье области или там где-нибудь еще. Ну, а что, если Зеленский откажется так менять? Он скажет, слушайте, родной землей я не торгую. Вот меняем все на все. Ну, либо замораживаем конфликт, вот как есть. Украинцы, начиная с 2014 года, прошли, вот, понимаете, они, начиная с 2014 года, прорывали вот эту травму, да, утрату родной земли. Они к этому, к этой боли привыкли, претерпелись. Поэтому я думаю, если заморозить конфликт вот по нынешней линии, когда, ладно, у вас Донбасс, а у нас Курск, но вот в этой ситуации украинцев будет чувство победы скорее, чем поражение. А у россиян наоборот. Ну, это точно. Они-то не привыкли к тому, что у них территорию отбирают. Они сейчас проходят вот через ту травму, да, которую украинцы пережили в 2014 году. И поэтому им очень больно. И, понимаете, они точно не будут благодарны по отношению к власти, которая эту боль, так сказать, вот им, ну, то есть не сумела защитить. А если честно, так вообще сама начала войну, в результате которой это произошло. То есть начала агрессивную войну, чтобы захватить чужую территорию, в итоге отдает свою. Донбасс россиянам не так уж нужен, начиная с 2014 года, вот прям чуть ли не с первого дня, когда там начался конфликт, когда возникли вот эти вот, значит, псевдообразования ДНР и ЛНР, вот тогда Левада-центр начал с определенной периодичностью, раз там в 2-3 года, задавать россиянам вопрос, что делать с ДНР и ЛНР. Один из вариантов ответов был включить их в состав России. Ни разу этот вариант не подошел, не набрал даже 50%. Один раз в 2014 году, в самом начале, когда россияне еще были, так сказать, подушевлены вот этой крымской историей, историей с аннексией Крыма, они, значит, ответили, по-моему, 48% сказали, что, ну, чуть меньше 50%, сказали, что да, мы за включение ДНР и ЛНР в состав России. После этого цифра стала падать, и последние года три перед началом войны она равнялась что-то там около 25-26%, ну, то есть четверть. Три четверти, имея такую опцию, ее не выбирали. Выбирали какие-то другие варианты. Там были промежуточные, там, признать независимость, там, федерализация в составе России, ой-ой, извините, федерализация Украины и, соответственно, автономный статус в составе Украины, там. Ну, то есть большинство вот выбирало какие-то такие промежуточные варианты. А так, что давать его нам, Донбасс, ну, такого не было. Путин тень на плетень наводит, когда говорит, что россияне поддержали присоединение Донбасса. Вот, не нужен он им был. И вот в момент Донбасса, который не нужен, мы должны отдать Курск, который, так сказать, исполнена русская земля. Слушайте, русский архетип какой, в конце концов, как поется в песне-то? Чужой земли мы не хотим ни пяде, но и своей вершка не отдадим. А сейчас ровно наоборот получается. Своей земли мы не хотим ни пяде. Курск? Про Курск нам в Лайске говорят. Чего они нам говорят? Да, это же территория не имеет стратегического значения. Кремлевские политтехнологи из окружения Кириенко сидят, пишут черным по белому. Понимаете? Пишут, что эта захваченная украинцами территория не имеет стратегического значения. Значит, и вот поэтому своей земли мы не хотим ни пяде, но и чужой вершка не отдадим. Донбасс, значит, не отдадим. Ну, то есть, это полностью противоречит русским же архетипам. Понимаете? Вот тем истинам, на которых вот эти российские патриоты, на которых традиционно опирается режим, да? Взросшины, так сказать. Ну, то есть, это, конечно, очень сильный удар будет по социальной базе режима. Ну, вот политтехнологи пишут, что все идет по плану, все хорошо, но, может быть, действительно под Путиным, ну, хочется сказать, трон шатается, но стол шатается путинский, может быть, уже. Тем более, что вот на пресс-конференции в Financial Times в связи с публикацией статьи руководитель МИ-6 Ричард Мур так прокомментировал путинскую власть. Он сказал, нельзя путать крепкую хватку власти Путина со стабильной хваткой. Можно ли с этим согласиться? Может быть, в кремлевских кабинетах уже думают о том, что Путин как-то надо его отодвинуть и что-то изменить? Ну, таких планов отодвинуть, конечно, нет. Вернее, так, смотрите, в головах каждого отдельно и вот в общении со своими, со всеми доверенными людьми обсуждаются там разные сценарии. Ну, такой, типа, давайте сверкнем Путина, вряд ли я его, во всяком случае, никогда не слышал. Но такой, типа, хорошо бы его уговорить, чтобы он ушел, ну, на пенсию. Ну, то есть, да, вся уважуха, пожизненное сенаторство, неприкосновенность, преемник, которого он выберет, безусловно, это право за ним признается. То есть, каждая группа надеется своего преемника засунуть, но в целом его право назначить преемника, конечно же, признается. Ну, то есть, максимум фронта, который они могут себе позволить, это вот не то, что свергнуть его, да, а вот уговорить его, убедить, что вот такая ситуация, она требует вот такого решения. Но, конечно, никаких практических шагов в этом направлении, ну, по-моему, они не делают, во всяком случае, знаете, в какие-то моменты, когда вот, ну, там, очень острая, очень острая травма вот осенью 22-го года была, да, когда вот бежали из-под Харькова, потом отступили из Херсона, вот. Ну, в такие вот моменты начинали что-то обсуждать такое, да, но потом происходила некоторая стабилизация, эти разговоры бросали. Но вообще, конечно, вот рукой МИ-6 он очень хорошо сформулировал, потому что хватка еще достаточно крепкая, но никакой стабильности, конечно, нет, стабильности там не пахнет. Там, знаете, ну, такое вот ощущение, вот начиная с начала войны, оно, знаете, как с парашютом, когда ты прыгнул, и до того, как парашют открылся, да, у тебя вот в ушах свистит, там, ты не понимаешь, где вверх, где низ, тебе кажется, что у тебя вращается с какой-то огромной скоростью, ветер тебя бьет в лицо, ты глаза открыть не можешь. Да, вот, ну, то есть полное ощущение утраты, вот, ориентации пространства, ты вообще ничего не понимаешь. Вот страна, в принципе, погрузилась вот в такое состояние, периодически она как бы, ну, так глаза открывает, вроде там, начинает ориентироваться, опять что-то происходит там, пригоженский мятеж какой-нибудь там, да, вот. Вот, или еще что-то, ну, такое вот резко меняющаяся ситуация, вторжение в пушку области, оно из этой серии, да, вот, и опять ты снова глаза закрыл, у тебя снова вот колбасит. Ну, то есть те, кто прыгал в парашютом, вот особенно эти вот тяжные прыжки, знаете, когда долго парашют не раскрывается, и ты летишь, вот они поймут, о чем я говорю. Поэтому стабильности там, конечно, не пахнет. Абас, последний короткий вопрос. Я вспоминаю наводнение в Орске. Мы видели, что в моменте люди были очень злыми. Вы помните, на площади встречали мэра, кричали на него. Потом с каждым днем все успокоилось. Мы помним коммунальные аварии зимой. Тоже в моменте люди на камеру говорили очень неприятные слова в адрес чиновников. Вот сейчас в Курске больше 130 тысяч людей живут не у себя дома, а где-то там, у родственников, во временных пунктах и так далее. И в моменте мы видим эти кадры, как люди говорят, по телевизору врут, чиновники ничего не делают, мы сами уезжали и так далее. Скажите, будет такая же ситуация, когда пройдет еще чуть-чуть время, и ситуация успокоится, и люди успокоятся. Является ли это проблемой для Кремля? Недовольство больше 130 тысяч человек, которые в Курской области теперь не живут в своих домах. Вы знаете, для того, чтобы случилась революция, помимо недовольства действиями властей, нужна еще одна не менее важная компонента. Нужно ощущение, что власть слабеет, что протест имеет какой-то шанс, имеет какой-то смысл. Потому что в совсем безнадежных, бессмысленных делах, безперспективных, люди не участвуют, ну, подавляющее большинство не любит участвовать. Подавляющее большинство людей не авантюристы. И пока люди не видят, что власть ослабела настолько. То есть видят, что она слабеет. То есть, конечно же, Путин намного слабее сейчас его позиции, и люди это чувствуют, чем было накануне войны, например. Но, тем не менее, не настолько он слаб, он периодически укрепляет свои позиции, одерживает какие-то победы, какие-то успехи. Например, там Пригожина убил. Это очень сильно стабилизировало ситуацию. Наступало там полгода практически, начиная с конца прошлого года, когда они Авдеевку взяли. И практически с небольшими перерывами до последнего момента. Были неудачи, типа Харьковской операции, но, тем не менее, в среднем... Ну, то есть, не настолько он слаб, чтобы можно было уже себе позволить восставать. Люди же видели, ну, в прошлом году в Башкирии случились протесты. Но были жестоко подавлены. Более сотни человек сейчас в КПЗ, суды идут под судами. Один человек был убит, просто избит полиции и умер. Поэтому власть еще в достаточной степени сильна, поэтому пока претензии просто копятся. Вот это надо понимать. Они не рассасываются. Они в памяти оседают. Не в оперативной памяти, а в такой долгосрочной. Но когда все начнется, они все это оттуда достанут, издалека. Как я хорошо помню, как бросилось мне в глаза, я это запомнил еще в 90-е годы, когда только-только началась, в начале 90-х, начинался парад суверенитетов. И Чечня начинала, значит, вот это движение за выход из состава России. Один из ключевых аргументов, который там использовался во внутренне чеченском дискурсе, постоянно выплескивался в адрес Москвы. Это была претензия по поводу депортации чеченцев, которую организовал Сталин. То есть это история, которая была за 50 лет до этого, за 40. И казалось, все 70-е, 60-е, 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы никто об этом не вспоминал. Ну, казалось, умерла уже вся эта история, забыли про нее. Дела давно минувших лет, так сказать. А в начале 90-х вдруг актуализировала, заиграла и имела реальные политические последствия. Это так.